Здравствуйте! В Госдуме состоялось последнее в этом году пленарное заседание. Депутаты ушли на новогодние каникулы. Первое заседание депутатского корпуса 2016 года стартует 19 января. Подвести итоги года уходящего мы пригласили депутата Государственной Думы 5-го и 6-го созывов от Архангельской области и Ненецкого автономного округа Елену Андреевну Второгину. Здравствуйте, Елена Андреевна! Здравствуйте! Ну, прежде всего, спасибо, что вы нашли время, пришли к нам на телеканал. Не так это часто бывает, так что вдвойне. Вот, знаете, у меня такой сначала вопрос, может быть, общий. Почему вы вообще пошли в свое время в политику? Ну, я думаю, что это давно уже. Что такое политика, да? Искусство возможного, как говорил Черчилль, еще много чего. Ну, это, прежде всего, общественная деятельность, общественная работа, работа с людьми, что мне всегда нравилось. Всегда. Начиная со школы, даже детского сада. Школа, значит, секретарь комсомольской организации, дальше, дальше. Мне всегда это нравилось, эта работа, поэтому незаметно перетекло, когда я отработала в представлении комитета по делам семьи женщин и детей, и когда ушел у нас Анатолий Антонович, наша команда ушла, и ко мне обратилось очень много общественных организаций, и сказали, Леонид Ревна, тогда начались выборы через полгода в областное собрание. Это ваша работа, вам нужно баллотироваться в областное собрание. Ну, так решение, опять же, благодаря людям, и пришло, и я пошла на выборы, и выиграла эти выборы. А потом была вторая победа, я считаю, что это впервые, и меня избрали тайным голосованием. А я избиралась тогда от партии Родина, и тайным голосованием все областное собрание избрало меня вице-спикером. Женщину, такого никогда не было. Это победа наша женская. Вот так я осталась в политике, а потом пошли выборы в Государственную Думу. То есть общественная жизнь и политика у вас... Я думаю, что они очень привлекаются, это одно и то же. Общественная деятельность, это та же самая политическая жизнь. А вот интересно, сам день депутата Государственной Думы, это все-таки уже высший законодательный орган, как он протекает? Я всегда смеялась. Когда я первый раз пришла в Государственную Думу, я привыкла в Архангельске, и до сих пор так, кстати, работаю. Я рано очень прихожу на работу, потому что, как всегда, это должна быть на работе, была руководитель у меня комитета, вице-спикером. Как я могу прийти на работу поздно? Я всегда была рано утром на работе. И точно так же, когда я избралась в Государственную Думу, прихожу на работу, думаю, что тут пустые коридоры, кабинеты, и мне технички говорят, у нас так рано депутаты на работу не ходят. Я пришла, еще не было 9 утра, то есть было 8.30, где-то так. Вот я так похохотала, говорю, а у нас в Архангельской области работают все так, с утра и до ночи. И до сих пор так работаю, строится день по-разному. Москва-то, конечно, не Архангельск, даже территориально, когда запланированы в течение дня еще какие-то встречи, то есть нужно выехать из Думы или в министерство. Часто приходится встречаться в министерствах федеральных и в организациях общественных различных, там, в общественной оплате, смотря где с этой федерацией, где-то встречи. Больше двух невозможно запланировать, потому что это пробки, расстояние, неудобно. А так у нас работа строится, мы же в течение месяца, две недели пленарных заседаний, то есть три раза в неделю пленарка с 10 утра и до 6 вечера. Последний раз мы до 8 просидели, иногда бывало даже, что когда принимали бюджет, вообще до ночи сидели в палате. А так расписание с 10 утра и до 6 вечера, до 18. Работаешь, уже никуда не выйдешь, только здесь, потому что я не пропускаю пленарные заседания, как, впрочем, региональные недели. И одна неделя региональная, то есть раз в месяц депутаты имеют право выехать к себе на территорию. Раз у меня два субъекта, Архангельская область огромная, да, и Нинецкий округ, вот неделю, пожалуйста, ты можешь работать в регионе. Неделю всего выехать? Всего неделю в месяц. Кажется, что вы постоянно в Архангельске? Нет, это вам так кажется, потому что я, опять же, не пропустила ни за пятый СССР, ни за шестой, ни одну региональную неделю. Я считаю, это долг депутата быть со своим избирателем. Вы не прогуливаете? Я не прогуливаю, да, это все знают. Не хочется, чтобы мои избиратели потом сказали, да, мы смотрим там в зале, у вас никого нет, где вы все бегаете. Вот это мне всегда неприятно слышать. Я считаю, избиратель прав. Если тебя выбрали на должность, будь любезна работать в зале и работать с полной отдачей. Это приятно, что наш депутат такой ответственный и серьезно к этому делу подходит. Ну да, стараюсь. Вы член Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. И вот я еще раз упомяну, что вы все-таки много ездите по Архангельской области. Это действительно всегда отмечают, наверное, все. И часто ли приходится вмешиваться в ситуации, которые невозможно разрулить на местах? И вот все-таки не опасно ли, что на вас... Очень хороший вопрос, на самом деле вопрос, да. Я иногда сама себе такой вопрос задаю, потому что, когда я приезжаю, а люди уже и привыкли, что уже знают многие, когда оригинальная неделя, а потом я же открыта в соцсетях, я сама даже пишу, что еду домой, да. И все уже мне там пишут в соцсети мне, значит, Лея Андреевна, очень хорошо. И начинают уже проблему, уже в поезде я читаю проблему одного или другого поселения или муниципального образования. Последняя моя встреча в Новоучейске в 60, когда люди ко мне написали именно в соцсети. Что нет воды уже месяц, да, это дом аварийный, но тем не менее люди должны хотя бы воду-то получать. Месяц и там несколько маленьких детей. И я поехала на место разбираться, хотя это не моя, я считаю, задача. Есть городские депутаты, есть областные депутаты. Ну, значит, не услышали людей. Значит, я не знаю почему, но они именно ко мне идут. И получается такое, что я помогла одним, получилось у нас вместе с Мирей, безусловно, да, что я сразу приглашаю к себе и руководителя департамента, и главу округа, почему у вас так происходит. И потому что я уже, если берусь, довожу до конца. Это уже принципиально, чтобы люди верили и доверяли власти. А я тоже власть депутата государственной дури. Ну, Елена Андреевна, согласитесь, пока не приедет депутат и не призовет к ответственности, да? Я согласна, что это не совсем правильно. Поэтому я все время везде говорю, ребята, коллеги, мы должны слышать людей. Слышать и слушать людей. Но иногда у кого-то терпения не хватает. Что, ну что там, дом аварийный, там еще что, какие там вопросы. Поэтому, наверное, это не очень правильно, но я не могу отказать людям, когда они обращаются ко мне с подобными просьбами. Это не только, я последний только премию привела. Это во многих муниципальных образованиях есть такие вопросы. Но я считаю, что это моя работа тоже, депутата. Ну, обычно, всегда ставлю в ответственность и депутатов наших, и областных, если по округу. Обычно приглашаю с собой по округу поехать, и отказов нет. Ребята всегда с удовольствием едут. Это наша общая работа. Ну, вот вы ездите и по малым селам, и по деревням. По поселениям, везде. Наверное, видите отток все-таки населения. Уезжают люди. Или это естественный процесс? Вы знаете, по-разному, опять же, по-разному. Есть территории, с которых не уезжают. Это как вот я говорю, вы меня сегодня спросили, где вы будете там в Новый год. Я говорю, я буду в Устянском районе, в своей деревне. Вот у нас в деревне уже нет сегодня земли, чтобы построить дом, потому что люди, наоборот, приезжают с других территорий. И в Устянском районе нет такой проблемы оттока людей сегодня. Есть, конечно, территории наши. Я могу их там и назвать. И сами знаете, эта статистика говорит, что люди уезжают. И не только молодые, кстати. Уезжают и старшие поколения. Это и, как говорят, рыба ищет, где глубже, чем где лучше. Но все равно моя семья живет вся здесь, например. Моя семья вся здесь, никуда не уехала. Есть возможность сегодня на территории у нас в Архангельской области найти себе применение. Есть возможность. Это вы говорите о малом и среднем бизнесе. И не только. О малом и среднем бизнесе нам сегодня не хватает с вами работников образования, педагогов. Нам не хватает здравоохранения, средний персонал и врачей. Нам не хватает работников культуры. Нам не хватает в сфере туризма, в сфере услуг людей. Это не я говорю, это статистика. Конкретные цифры, сколько людей не хватает. Я уже не говорю про малый бизнес, который мы можем создавать и работать на территории. А вот здесь, в том же Устянском районе, ведь там действительно именно... Большой холдинг, лесопромышленный холдинг. И бизнеса, да. И там очень много бизнеса развивается на территории. И я считаю, что они такие молодцы. И находят отклик, дают новые рабочие места, и правительство их поддерживает. Вот инициатива чья должна быть? Все равно людей. Частная. Все равно людей. Никто не может власть прийти в деревню и сказать, что давайте будем, и мы вам предлагаем то-то и то-то сделать. Слушайте, все равно человек должен сам понимать, что он хочет в этой жизни. И я еще раз говорю, сегодня, на сегодняшний день, я говорю совершенно обстоятельно, что у нас сегодня есть свободные рабочие места. И очень много. И сегодня, что мы только с вами не делаем для здравоохранения, да, и подъемный миллион. И строим жилье. Вот я просто радовалась. В Лешуконе построили прекрасные однокомнатные квартиры. Значит, и туда поехали люди. Причем не только с Архангельска поехали, в Лешуконе, еще раз повторяю, а с других субъектов Российской Федерации. Потому что, ну, все условия для них. Они говорят, слушайте, у нас в Волгограде таких подъемных нет. Значит, и таких квартир дают, чтобы прожили, пожалуйста, новые квартиры. Опять же, Лешуконе, еще раз повторяю, да, это не центр Архангельска. Но есть такие вопросы, когда молодежь говорит, ну да, хорошо, вот я с ними же встречаюсь, в вузах наших. Говорят, ну почему не поехать в хорошие районы наши? Ну да, и подъемные хорошо, и вроде зарплата неплохая, все хорошо. И нас не устраивает инфраструктура. Но сегодня дети совсем другие. Наверное, они тоже правы, да. Им хочется, чтобы был плавательный бассейн на территории муниципального образования. Но не все сразу, к сожалению. Да, но я говорю, ребят, ну так не бывает, понимаете. Давайте как-то... Но, тем не менее, я радуюсь за них, что молодежь совершенно другая. И все-таки мотивировать человека на созидание, на труд? Они будут оставаться. Нам нужно создавать новые рабочие места, предприятия. Нам это, я имею в виду, правительство Архангельской области, главы муниципальных образований. Кстати, что они и делают сегодня. Просто в цифрах у нас времени очень много займет. Но мы сегодня на самом деле поддерживаем, на федеральном уровне поддерживаем. Хотя вопросов еще очень много. И по налогообложению, и по проверкам. Чтобы люди знали, что я это знаю, да. Что хоть и президент и сказал, что вы, пожалуйста... На местах это все. Да, на местах все равно продолжают неоднократно ходить на предприятия, мучить их, проверять и так далее. Но я прошу быть откровенным. Говорите об этом, будем поправлять. Да, вот сюда же в эту же тему. Вы недавно встречались с Сергеем Степашиным. Это по переселению из ветхого жилья. У нас в Архангельской области с этим большая проблема. Это проблема всей России, безусловно. В Архангельской области особенно. И вот я сейчас езжу по городу, приезжаю же каждый. И такое ощущение, что вот именно в последний год прямо, они же все одного года постройки нашей деревяшки по городу. И они как бы все просели, да. Вы замечаете? Все одновременно. Вот одновременно, да. Но потому что мы ничего не строили. Был очень серьезный разговор со Степашиным, когда буквально вчера был там наш Игорь Викторович год здесь, да, тоже. И в начале января приезжает сюда первый заместитель Степашина. Очень серьезно взялись за регион, потому что у нас все по нулям по этому году, да, по прошедшему. У них ничего не строй практически. Хотя я так бы не сказала, вот, предположим, в Ленском районе, я сейчас говорю не про город, а про область. Муниципалы молодцы, кстати. Они строят. Я была сама в этом году видела, летом была в Ленском районе. И просто порадовалась, какие боровички, дома, кирпичные стоят в Ленском районе. Построил глава со своей командой. Причем это Ленский район, это переправа на ту сторону, это бездорожье. Они построили за 34 600 квадратный метр таких социальных, по ветхому аварийному жилью, по нашему фонду переселения. Вы немножко уже разбирались, что помешало в Архангельске? Я сейчас не хочу вот это все комментировать, да, значит, пусть занимаются уже, разбираются люди, пусть. Ну, я знаю, что Степашина, это очень все неприятно. После меня уже приезжала группа, которая сейчас здесь организована в Архангельске, инициативная группа по аварийке. Сами жильцы в нее входят, те, которые живут сегодня в наших аварийках. Молодцы, кстати. Вот, наверное, это самое лучшее, да? Это самое лучшее. Мы можем, власть там все, как бы друг друга рука руку моет, скажут сегодня зрители, да, и будут правы, наверное, да. Кого-то там жалеем, кого-то там еще вот. А вот инициативная группа, я им очень благодарна, кстати, молодцы. Мы проводили вместе с ними, они меня пригласили на свой круглый стол совсем недавно он был. После этого я была у Степашина, они у Степашина. Я думаю, что сдвинется все с мертвой точки. Сегодня очень большая, на 16-е и 17-е годы больше миллиарда запланировано по ветхому аварийному жилью, как города Архангельска. Поэтому я думаю, что мы... И вы будете тоже контролировать? Однозначно. Меня попросил об этом Степашина, чтобы мы тоже, как депутат, контролировать этот процесс. Я, конечно, вместе с нашей группой будем этим вопросом работать. А вот еще один законопроект, который тоже принимали уже в конце 16-го года, это по материнскому капиталу. Да, правильно. Столько было разговоров по этому законопроекту, что не будет больше он продолжать. Я вот напомню, что только до 18-го года принято. Да, 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 до 18-го пока. Вот немало ли, Андре? Нет, подождите. Я думаю, что в 18-м году нам тоже это не закончится, потому что мы видим реально, что сегодня этот законопроект, материнский капитал реально дал толчок к рождаемости в России, реально помог. И каждый бюджет мы поднимаем, и вот сейчас у нас, по-моему, 450 тысяч, а будет уже на следующий год еще больше, да. Мы каждый год ее поднимаем до 18-го года. Дальше будем, мы не отступимся, мы женщины все равно будем пробивать. Поэтому это очень правильно. То есть это не стоит беспокоиться, так что, да? Стимулирует женщин, потом мы его постоянно, этот законопроект, как бы поправляем, вносим изменения, да. Можно на ремонт уже, можно там еще разные там направления материнского капитала, не только теперь на пенсию, на образование детей. То есть он постоянно в таком, в деловом режиме меняется законопроект в лучшую сторону для мамочек, для наших, для семей. А вот насколько реально депутат Госдумы может изменить или повлиять на принимаемое законодательство? Конечно, все законопроекты, которые вносят либо депутат сам, да, либо большинство правительства Российской Федерации вносят законопроекты. Я работаю во фракции «Единая Россия», значит, хотя я член вообще Российского народного фронта, а не член партии никакой. Мы все законопроекты, бывают такие очень, вот особенно как бюджет в этом году принимали. Он в том варианте, в который его занесло правительство, был очень жесткий разговор с правительством у фракции «Единая Россия». При закрытых дверях, без журналиста, без всего, потому что в том варианте мы его не приняли. В каком они вообще нам его внесли первоначально. И на фракции всегда обсуждается, любой депутат может выступить на фракции, сказать свою точку зрения, почему он там недоволен тем или иным законопроектом, почему аргументировать его не просто так, я не хочу. Почему там? И часто мы бываем, мы же тоже на земле живем, нас там ругают, что вот вы там, нет, мы живем на земле, видим, что происходит, да, вот с теми же законопроектами по капитальному ремонту многоквартирных домов. Мы изначально говорили правительству, что нельзя, вот все в одинаково, есть у нас пенсионеры, да, которым за 80, ну мы о чем говорим, люди уже в этой жизни сделали все, ну что, какие еще с него платы-то брать? И в результате, значит, нас правительство не услышало изначально, а сейчас внесло и депутаты, и правительство в законопроект, что наконец нас услышали, что стаж 80 лет платить не будут, там и так далее, там много льгот. А когда вступит в силу? Все с 1 января, с 2016 года, да, это многодетные будут платить меньше, значит, люди с ограниченными возможностями здоровья и так далее. Я к чему-то начала говорить, что не всегда правительство нас слышит, депутатов, которых на местах работают. Мы иногда говорим им, что вы не только по Садовому кольцу судите о жизни в России. Вот я приезжаю с региона и говорю, что меня этот закон не принимают там люди, да, вот особенно когда касалось закона по выплате наших северных льгот. Каждый год в бюджет, когда мы принимаем, правительство пытается вносить законопроект об отмене северных льгот. Ну что им так не дается, значит, наши северные льготы? И я всегда отстаиваю северянам. Я сама северянка здесь живу, и вот все, что касается севера, я подхожу к руководилю фракции и говорю, я голосовать против севера северян не буду. Значит, либо это закон о наших отпусках и так далее. Все, что касается севера, и мне это позволяется, но я должна сказать об этом руководилю фракции, что это моя позиция. И убедить. И убедить, сказать, что я не буду, да, мне разрешается. А так, в основном, конечно, это консолидированное голосование, когда же мы прошли все обсуждения во фракции, все высказались, пришли к какому-то знаменателю. И, конечно, мы не оппозиция, вот оппозиция практически бюджет не приняла, да. Опять ответственность идет все, Единая Россия фракции. Хорошо это или плохо, я не хочу это сейчас обсуждать. Я просто понимаю, что кому-то нужно брать на себя ответственность и отвечать за бюджет, за выплаты пенсии и так далее. Тем более, бюджет такой будет напряженный с следующего года. Но, тем не менее, мы сохранили все социальные обязательства перед россиянами и перед пенсионерами, перед детьми, перед мамочками. Все сохранили. Более того, мы сегодня в следующем бюджете будем строить, мы закончили программу по строительству детских садов. И сегодня, на самом деле, столько садов новых построили в Архангельской области и в России в целом. Я это вижу, я сама их открываю. И не всегда приходится открывать в рабочем режиме, с главами работаем. Но это радует. А сейчас, с следующего года, будет федеральная целевая программа о реконструкции и строительстве новых школ. Вот это нам просто очень нужно. Нам нужна еще другая программа Архангельской области. И не только Архангельской области, а и России. Это статисты поликлиники, больниц наших. У нас сегодня такие в таком состоянии, они в разрушенном многих муниципальных образовании. В Красноборске, Виноградовском, Мезенском районе. Они просто, им нужны новые больницы, люди. Я, знаете, вас слушаю, думаю, все ли депутаты вот настолько страстно, заинтересованно подходят к каждому вопросу. Ведь много вопросов вам приходится решать, ну, вообще не по своей, так скажем, специфике, да, может быть, в которых не обязательно ведь, или нужно во всем разбираться. У нас, как мне сказал один депутат, старейший, если уже его нет, говорит, Лен, пришла в депутатство, ты не можешь сказать человеку, это не мой вопрос. Я работаю в комитете по местному самоуправлению. Вот давайте по реформе местного самоуправления поговорим. А все, что касается здравоохранения, там этот, другой комитет, я так сказать не могу. Ну, во-первых, у меня есть опыт, все-таки жизненный опыт и депутатский, как у себя здесь в областном собрании, да, все-таки второй созыв депутат. И я социальщик, как я все равно социальщик, потому что все темы у меня знакомы. Поэтому я так никогда не могу людям сказать, это не мой вопрос. Я все равно, даже если я чего-то не знаю, я обязательно буду это знать, если даже чего-то не знаю. Потому что человек, когда мне пишут, у меня же очень много обращений приходит в Думу и здесь. У меня работают 15 приемных по всей Архангельской области, где мои общественные помощники, потому что я не всегда могу быть одновременно во всей области. Они знают, что вот есть кабинет, приемные. Туда можно обращаться. Можно обращаться. И в течение дня это обращение будет у меня на столе в Думе, я работаю здесь, в Архангельске. И как-то к этому уже все привыкли. Еще и соцсети сегодня мне помогают в этом вопросе очень активно. Люди уже стали писать. Кстати сказать, открытие приемных на каких-то маленьких, может быть даже, муниципальных образованиях. Практически во всех муниципальных образованиях. Это не какая-то трата денег. Нет, это уже не бюджетные деньги. Это деньги депутатов. Вот я хочу, чтобы там люди видели присутствие депутата, работу депутата. Это уже проблема не муниципального образования. Я считаю, что это обязательно нужно. Это правильно. Это все в себе оправдывает. Еще одна ваша социальная деятельность. Недавно прошел детский областной конкурс «Мечты сбываются». Он сегодня как раз будет. Организован по вашей инициативе. Да, это конкурс «Мечты сбываются» областной для детей из многодетных и малобеспеченных семей. Семьи, которые имеют детей инвалидов. Мы проводим его уже очень много лет. Если мне сейчас кто-нибудь скажет, что пиар, начала там что-то проводить, куда-то собралась, то это не так, товарищи. Я провожу его уже очень много лет этот конкурс. И всегда радуюсь, потому что какой-то праздник в душе не только мне и моей команде, нашей команде, которая со мной работает, но и многим предпринимателям Архангельской, Архангельской области, и московским моим коллегам предпринимателям, которые нам помогают его проводить. Это очень добрый, искренний конкурс, когда дети пишут Деду Морозу о своих мечтах. А я хочу, чтобы наши дети мечтали. Они должны мечтать о чем-то красивом. Вот у нас такое письмо в этом году есть. Мальчик из Венераловского района хочет получить автограф президента. И он его получит, потому что я написала, уважаемый Владимир Владимирович. Значит, вот представляете, без ошибок, с ошибками, письмо такое, но он во втором классе всего. Я так вас уважаю и люблю. И хочу ваш автограф. Я думаю, что у нас автограф этого мальчика будет. Другая девчонка из Устьян хочет, она занимается очень серьезно спортом, и хочет как-то пообщаться с олимпийским чемпионкой. Вот видите, какие у них мечты. Многие наши дети мечтают. И там будет Журова Светлана в этом году, она когда приезжает ко мне в Устьяны. Я когда ей это письмо показала, она говорит, Леонидриевна, я лично подойду к этой девочке. Пожалуйста, ничего не говори, я хочу ей сделать приятное. Вы просто вообще Дед Мороз или с Небурочкой. Ну да. Но есть такие, когда пишут, Дед Мороз, у моей сестренки, у братика и сестрички нет одежды, чтобы ходить в садик. И у меня ботинки все развалились. Мама приклеила, но все отпадает. Я не могла ждать Нового года. Мои помощники выехали на территорию и одели детей с ног, и говорят, это на самом деле правда было. Понимаете, вот по-разному мечтают. Кто о любви, кто о дружбе, кто о здоровье своих. Есть еще ваши самые настоящие. Дети у нас потрясающие. Просто и плачем, и хохочем над этими письмами. Поэтому будет сегодня такой красивый праздник. Мы будем дарить подарки. Победители не все приехали с области, потому что это очень на самом деле сложно, приехать со всех районов. Но сегодня будут близлежащие районы. А всем остальным до Нового года, еще целая неделя, доставим эти подарки. Они все получат подарки, потому что мечты должны детей сбываться. Я очень благодарю всех тех, кто подключился к этому проекту. И они будут тоже многие сегодня на празднике. И бизнес наш, и простые люди. Я очень благодарна, потому что я вижу, как они сами радуются за детей. Да, вы знаете, может быть, действительно, вы правы, что об этом конкурсе не так много говорят, и не такой он громкий. Зато вот программа «Пусть говорят», в которой вы в последнее время участвуете, вас приглашают на эту программу. Да, меня приглашают в качестве эксперта. И очень часто я уже даже отказываюсь, потому что, на самом деле, это тоже требует много времени. Программа там пишется иногда час, иногда два, иногда и три, и четыре. Ну, я знаю, что, во-первых, там судьбы людские, мне говорят, что там подставляют специально как-то. Нет, это люди, на самом деле, с территории России, с разных уголков, людские судьбы. И приходится им потом помогать после программ, там, решать вопросы. Как говорит Андрей Малахов, что вы наша душа программа. Ему нравится, вот, наверное, такая мы оба северянина с ним, да, он же наш, тоже земляк, рядышком с Мурманской области. Он говорит, а вы душа. Когда вы на программе, мне вот приятно. Конечно, ваша вот страстность, заинтересованность, она подкупает, конечно, искренность такая. Ну, наверное. Наверное, поэтому и приглашают. Да, и поэтому бываю на программе, и самое главное, когда приезжаю в свои, опять, любимые деревни, мне все говорят, Илья Андреевна, мы вас видели на программе. Я говорю, а что я там говорила-то? Да ладно говорила-то? Ты так хорошо выглядела, и так, главное, там, на Первом канале, наше. То есть я поняла, что людям-то это кажется важно. Тогда, думаю, я буду их радовать. Пусть они меня видят, да, пусть говорят. Ну, и, наверное, уже последний вопрос. 18 сентября 2016 года будем выбирать кандидатов в седьмой созыв Государственной Думы. Ну, не секрет, что Архангельская область, в общем-то, последние выборы самая низкая явка показала. Вот как вы считаете, как заинтересовать людей, как мотивировать людей ходить на выборы? Вы знаете, это такой, на самом деле, больной вопрос. Я считаю, люди пойдут на выборы, когда будут доверять власти. Мы утратили сегодня доверие к власти, утратили его, к сожалению, сами виноваты во всем, да, не люди, а мы. На всех уровнях, не просто там, депутат Государственной Думы, там, или кто, на всех уровнях. Вот утратили, когда не слышим людей, о чем я вам вначале говорила, да, когда не хотим, хотим отгородиться от их проблем, когда, и так далее. Мы там, а вы там. Да, вы-то, кто, а мы-то, значит. И, конечно, люди не хотят выбирать такую власть. Но если будут кандидаты, вот сейчас у нас, слава богу, вернули мы обратно, это очень правильно, одномандатная округа, и будут два одномандатных округа сегодня в Архангельской области, да, кроме списка, и там будут достойные кандидаты, люди пойдут на выборы. Они захотят видеть своего представителя в Государственной Думе, который будет отставить их интересы. Доверие должно быть. Да, однозначное доверие, которому они доверяют, которому они могут в любое время обратиться. Тогда будут по-другому выборы проходить. Спасибо вам большое, но у меня есть небольшой блиц. Так, давайте. Договорились? Вот, Елена Андреевна, вы действительно сами отвечаете в соцсетях на все вопросы, сами пишете? Да, сто процентов сама. Конечно, некоторые вопросы помогают делать помощники. В Фейсбуке, в Инстаграме, в WhatsApp, только я. Значит, мой сайт непосредственно, у меня есть персональный сайт, Елена Второгина, да, там еще пресс-секретарь может сам написать, потому что есть пресс-служба, которая пишет не всегда. А вот в этих Инстаграмах везде я сама только. Это даже интересно. И часто мне говорят, что так поздно выставляете? Я могу в два часа ночи выставить. Ну, когда я освобождаюсь? Когда доберетесь? Да. Я говорю, ну уж извините, коллеги. А что вас больше всего беспокоит в сегодняшней жизни? Вот эта ситуация и международная беспокоит. Ситуация, как сгущаются немножечко наши все эти границы. Вот эта напряженность такая, которую я чувствую. И люди мне говорят, да, они мне спрашивают, войны не будет, Андрей? Войны не будет? Я говорю, да не будет войны. Не переживайте, не будет. Но люди это ведь очень тонко все чувствуют, такая грань. Немножко социально-экономическая ситуация в России беспокоит, потому что у нас будет такой год 16-й напряженный. Но мы все переживем. Однозначно, все переживем. Это уже не 90-е. Это совсем другое время. Но, тем не менее, это все равно меня не может не беспокоить, как депутата, как человека. Не может не беспокоить. А что больше всего радует? А радует, когда я приезжаю на территории и вижу, как сейчас в Красноборском районе открылась новая ферма на 200 голов. Меня это радует. Рабочие места. Открываются детские сады. Создаются предприятия. Приезжают люди, другие, к нам в регион, как сейчас в Малиновке мне рассказывают. Ни одного места нет, чтобы в новогодние каникулы нам приехать в Малиновку, в нашу Устьяну. Все занято практически до конца января. Мало таких Малиновок. Надо их больше, чтобы они были на территории. Потому что у нас удивительный край. Природа везде очень красивая. И в Пенежье, и в Мизене, и в Лешуконе, и в Ленском районе. Я могу перебирать. И в Красноборске. Вот надо нам этот туристический класс раздевать как можно быстрее. Мне это радует. Радует, как подрастают мои внуки, но редко видят бабушку. Радует. И радует, что семья все живы, здоровы. Слава Богу, да. Это меня, конечно, радует, безусловно. Я, конечно, не перестаю удивляться. Я думаю, не только я. Ваши энергии и силы. Откуда вы черпаете? Истоки-то где? Ну, от людей, во-первых. Однозначно от людей, от земли. Где живу. Вот я вам сегодня сказала тоже в начале, что я уезжаю. Все новогодние каникулы я буду проводить в своей деревне, со своей семьей. Затопаем русскую печь. Значит, как всегда у нас будет в русской печи огонь. Мы сядем с гитарой, вокруг этой печки, с внуками, с детьми. И нам так тепло будет с теми. Хорошо. Вот эта энергия, которая тебя подпитывает. И, конечно, вот эти поездки. Мне говорят, как ты бесконечно ездишь? Зачем они тебе нужны? Это же так тяжело. Под нашим дорогом. Не знаю. Мне хорошо. Я все время говорю, что я вот как живой воды напьюсь, когда приеду с оригинальной недели. Цель потому что есть все-таки, да? Да. Хочу помогать. Помогать. Сколько ей сил. А вот любимое изречение или фраза, или, может быть, девиз у вас есть, который вы часто повторяете? У меня много таких любимых изречений, но мне очень нравятся слова нашего Федорова Абрамова, моего любимого земляка. У меня же корни спиннижья. И я очень люблю нашего этого писателя. Жить по совести и помогать ближним. Что еще можно мудрее сказать? У меня много всяких слов. Но вот жить по совести. Вот порой этого нам не хватает. И девиз в вашей жизни. Вы этим старались? Да. Я этим стараюсь так и жить. Стараюсь. Я думаю, что, не знаю, по-другому я учу, этому научила своих детей, своих внуков. И помогать ближним обязательно. Никогда не опускать рук. Никогда не опускать рук. Что бы ни было в этой жизни. Не опускать. Спасибо вам большое. Конечно, удачи, успехов, сил. И хорошо отдохнуть. Всех с Новым годом, новых достижений. И самое главное, любви, мира и достатка в домах моих любимых земляков. Спасибо. Спасибо. В гостях у программы «Такие дела» была депутат Государственной Думы Российской Федерации Елена Фторыгина. Законодательная власть – сердце государства. Власть исполнительная – его мозг. Изрек еще в XVIII веке французский философ, писатель, мыслитель эпохи просвещения Жан-Жак Руссо. Желательно, чтобы и тот, и другой орган работали без перебоев. Вот такие дела. Будьте здоровы и сильны духом. До свидания.